Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Прошутка, да, он просто напрашивает. Вера, у вас есть дома прошутка, нет? Сейчас, сейчас, холодильничка. Холодильничек принесите. Прошутка, пожалуйста, поднесите. То есть, легкие, холодные закуски, ничего более, в принципе, вино просто для общения. Я согласен с тобой, что это вино стоит смаковать. То есть, пить его с чем-то, например, даже приставить. Оно со стейком будет хорошо. То есть, как показывает моя ресторанная практика, обычно, Андрей, когда я наливаю такие вина, они стоят у меня в ресторане, они стоят 3 тысячи гривен, 4 тысячи гривен. Чувак курит во время, когда я наливаю, там, на меня дегустации. Потом что-то съедает ужасно острое, да, перебивается вся палитра. И они просто запивают, да. То есть, ты можешь себе позволить, окей. То есть, для людей, которые раз в году могут себе позволить такое вино, действительно, едой я бы его не перебивал. То есть, легкие закуски, больше медитации, больше обсуждения. Если бы разрешали ходить с вином в театре или в музее, как бы ты такую дуру провели? Да, налил и с бокалом при входе на дверь, наслаждаешься картинами, потребляешь вино этого региона. Потому что, опять же, люди, да, вот, французские вина, итальянские вины лучше пить в Италию, в Франции. Идеально вообще вино пить на винодельне. Вот в этот раз я первый раз пил вино прямо из бочек, большего кайфа просто нереально себе представить. У вас нет дома маленькой бочечки? Бочечки. Ну, если бы она там еще и выдерживалась, а не просто было налито. Ну что же, сколько баллов нашему вину, какая оценка от меня и от Андрея? Ну что, в кадре нас появилось, а у тебя все смеши? Это, 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 это желтый прошуто. Специально выдержанный. Ну что, таким вином по той же стобальной системе хочется всегда дать 100. Хочется дать 100. Тебе хочется дать 100? Ты щедрый чего? Не хочется дать 100. Даю культурных 94-95. Если бы давали 2004, я бы дал 2004. Фантастическое вино. Фантастическое вино. Я практически поддерживаю Андрея. Мне кажется, вино уж очень достойно. Одно из самых крутых вин, которые мы дегустировали в моем блоге. Давай мне 5. Я дам от себя целых 93 балла. Чуть меньше, но это такое. Это, знаешь, тоже чисто субъективно. То есть, мне кажется, если бы оно чуть-чуть было более насыщенное, последние 10 баллов, да? То есть, например, 50 баллов у нас все вино получают. 5 за цвет, 15 за аромат, 20 за вкус. Все хорошо. И 10 последние за выдержку, да? То есть, мне кажется, что его выдерживать не стоит там те же 30-40 лет, да? То есть, максимум десятку, да? Это вино не фильтрует. Не фильтрует, да? Не фильтрует, да? Очень комплексное, приятное. 93 балла от меня. Самая большая оценка. Шикарная штука. Не знаю, мне действительно повезло, что мы с Андреем сейчас выключим камеру. Продолжим общение. Выключайте, выключайте. Я уверен, оно будет развиваться. Я потом, может быть, что-нибудь допишу в блоге. Как всегда, Андрей. Вопрос нашим зрителям от гостя. Видео вопрос. Где я купил эти маски? Ты думаешь, было слышно там без твоего носа? Где я купил эти маски? Где Андрей умудрился купить эти шикарные маски? Я думаю, что нам нужно было их одеть и дегустировать этих масок. Вначале. Просто с таким носом. Представляешь, что ты мог там унюхать? Все-таки чувствуется, что вино крепкое. 14,5. А я тебе скажу, мне кажется, что вино не чувствуется. Оно настолько шикарное, приятное и сочное во вкусе, что алкоголь не чувствуется. Но это уже другая история. Не так чувствуется, как уже заметно. Дегустируйте вино. И не забывайте делиться своими впечатлениями. Масками, сыром, хлебом. Всем, что у вас есть. С друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok